ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну а вы пока видите портреты наших игроков основного состава сборной. Я хочу сказать, что практически сегодня на поле все те лучшие, которыми располагает наш футбол. Первый удар будут делать австрийцы. Они в белой форме, наши в красной. Итак, матч начался. Друзья, состав австрийской команды. В воротах Клаус Линдербергер. Второй номер Курт Русс. Третий Михаэль Трейтер. Четвертый Антон Феппер. Пятый Хериберт Вебер, капитан команды. Шестой номер Манфред Чак. Седьмой Андреас Огрис. Восьмой Манфред Линдсмайер. Девятый Антон Фольстер. Десятый Андреас Херцог. Одиннадцатый Петер Артнер. Тренер команды Йозеф Хиккерсбергер. Сборная Советского Союза. Вратарь Виктор Чанов. Второй номер Владимир Бессонов. Третий Вагис Хидия Тулин. Четвертый Олег Кузнецов. Пятый Сергей Горлукович. Шестой Алексей, простите, Федор Черенков. Седьмой капитан команды Алексей Михайличенко. Восьмой Геннадий Литовченко. Девятый Александр Заваров. Десятый Олег Протасов. Одиннадцатый Игорь Добровольский. Главный тренер команды Валерий Лобановский. Судьи все из Англии. Главный судья. Кейт Хакет. Его помощники. Раймонд Левис и Дэвид Фрамптон. И комиссар из Венгрии Георгий Шепешет. Итак, австрийцы начали атаковать ворота сборной. Вне игры. Уже поднят флажок арбитра на линии. Вне игры. Время. Олег Кузнецов с мячом. Долго разогревали здесь стадион. Призывами всевозможными. И, в общем, вы чувствуете, какое шумовое оформление начала матча. Вот, пожалуй, только первая атака нашей команды. Бессонов с мячом. Добровольский. Не поняли друг друга. Мяч уже за боковую линию. Ну что ж, матч. Это тренер австрийской сборной. Вот этот цикл мирового первенства возглавляет национальную команду своей страны. Перед сегодняшним матчем много было его интервью в газетах, по телевидению. И везде он говорил о том, что сегодня соперник очень серьезный для сборной Австрии. Что даже он вроде бы доволен и ничейным исходом. Но, да и понимаете, что, естественно, для австрийцев, которые пока на втором месте в группе, в третьей европейской отборочной, на первом месте наша команда, у австрийцев 6 очков. У нас 8, у сборной Турции 5. Вот эти три команды и ведут борьбу за то, чтобы пробиться в финальную часть соревнований. Поэтому победа сегодня для австрийцев это прямая дорога в Италию. Ну, а нас, честно говоря, устроит даже и ничья. Горлухович на месте левого защитника. Вот он сейчас вводит мяч в игру. Протасов. Кузнецов. Черенков. Протасов. Можно было направо сейчас Протасова отдать. Там был Литовченко. Валерий Васильевич Лобановский, тренер сборной Советского Союза. И рядом Юрий Андреевич Морозов. Тут же Сергей Мосягин. Никита Павлович Симонян, начальник сборной Советского Союза. Кстати говоря, вчера молодежная сборная красиво переиграла молодежная сборная Австрии. Это игры Европейского чемпионата. Выиграла 2-0. Мячи у нас забили Шалимов и Колыванов. Тренирует команду Владимир Родионов. Итак, Литовченко. Хиди и Тулин. Осторожно все-таки действуют игроки и одной, и другой команды. Бессонов. Михаил Личенко в хорошей позиции. Вне игры. Упустил момент для передачи мяча Михаил Личенко Владимир Бессонов. Но сейчас очень важно вот так вот взять мяч, подержать его. Посмотреть друг на друга. Пятая минута заканчивается первого тайма. В матче сборной Австрии, сборной Советского Союза. Матчи, которые проходят на Венском стадионе Праттер. Пока счет не открыт. 0-0. Подключался к атаке Рус. И, кстати говоря, вот этот правый фланг, правая сторона отбеспокоила наших тренеров. Потому что в предыдущих матчах именно большинство атак начинало здесь, на правом фланге. Олег Кузнецов с мячом. Михаил Личенко. Горлукович. Кузнецов. Протасов. Горлукович рукой отталкивает. Штрафной. Чак отправил мяч на левый фланг. Очень хорошо Бессонов сыграл. Но отпустил мяч. Но сыграл на перехвате хорошо. Хорошо. Антон Польстер, девятый номер, выбил мяч за боковой линией. Он играет вместе с Ренатом Досаевым в испанском клубе Севилья. Ренат Досаев не приехал в Австрию. Любители футбола знают, что у него была операция мениска. И хотя он вынужденно сыграл за Севилью, потому что второй вратарь, его дублер, получил травму. И, в общем-то, еще не совсем уверен в своем здоровье. Да, и руководство клуба Севилья попросило не отпускать, так как именно сегодня Севилья играет на Кубок Испании. У нас основной вратарь Чанов, его дублер Твитри Харин. Заваров у мяча. Черенков. Литовченко. Восьмая минута первого тайма. Пока скученные действия, в общем-то, игры нет. Много потерь мяча. И как-то скучно, очень скучно в центре и одна и другая команда. Хидий Тулин. Хидий Тулин. Михаил Ченко. Хидий Тулин. Черенков. Михаил Ченко. Штрафной. Но у нас тоже после долгого перерыва, в общем-то, играет и Михаил Ченко, и Протасов Олег. Были большие... Хидий Тулин. Продолжение следует... Продолжение следует... Литовченко, Пессонов, Протасов уже в штрафное. Литовченко. 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 только три игрока в австрийской команде ниже 180 сантиметров вратарь линденбергер 188 протасов черенков разгадал очень хорошо сыграл сейчас защитник но комбинация была неплохой и тули не точно сыграл добровольский горлокович корпус сыграл не в мяч а в корпус штрафной хакет арбитр из англии чак с мячом получилось хорошо литовченко замахнулся пропустил мяч нашим ребятам надо успокоиться в общем есть ли своя игра свой план уже мяч вышел за пределы поля матч первого круга советском союзе наша команда добилась победой 2-0 это добровольский упустил мяч рус отдал мяч своему вратарю ну что же вот сейчас мы можем уже сказать о той тактической схеме как которые придерживаются сборной австрии выбер в роли свободного центрального защитника пятый номер вот сейчас он атаковал михаличенко рус на правом фланге просит мяч получает не точно провольте тридцать три года им капитан команды хербер играет в зальцбурге горлокович очень хорошо технично сыграл теперь надо отдать поточнее заваров горлокович хорошей позиции добровольский михаличенко добровольский нет не точно кузнецов пожалуй инициатива перешла к нашим футболистам штрафной в центре поля они больше контролируют мяч идет шестнадцатая минута первого тайма пока ноль ноль добровольский протас оправдался вперед горлокович а вот здесь не точно оценил ситуацию добровольский можно было взять на себя игру но хотел сыграть в одно касание в стенку не получилось кузнецов нарушил правила не торопясь австрийцы начинают атаку кузнецов польстер явно отталкивал сейчас кузнецова бессонок михаличенко михаличенко но рун и Черенков, Протасов. Добровольский технично обыграл. И вот Литовщенко на правом фланге. Увидел его Черенков. Нарушения правил не было. Пораньше надо было сделать туда передачу, но не получилось. Сегодня у сборной Советского Союза очень такой послужный список, представительный. Советские футболисты, олимпийские чемпионы. Советские футболисты, вице-чемпионы Европы. И, в общем-то, абсолютно поменялась ситуация, когда наши футболисты, может быть, в какой-то мере приезжали в роли таких нервничающих за свой авторитет. Но сейчас, наоборот, вот все австрийские игроки, высказываясь перед этим матчем, говорили о том, что сборная Советского Союза укомплектована игроками европейского высокого класса, угловой. Но самое главное в спорте, особенно в футболе, титулы не работают. Все остается перед матчем. Все титулы, все заслуги. А надо каждый раз, в каждом тайме, на каждой минуте утверждать свой класс. Чанов на месте. Поэтому, пока наши футболисты в тени, идет девятнадцатая минута. Я бы сказал, приглядываясь. Заваров. Хидия Тулин. Заваров. Было нарушение правил. Заварова сбили, но... Арбитр... Не среагировал на это. Добровольский. Бессонов. Добровольский. Это Бессонов. Добровольский. Да, больше надо играть без мяча. Литовченко. Михаличенко. Увидел Литовченко. Рывок Михаличенко. И сделал точный пас. Вбрасывал в штрафной Михаличенко. Заваров. Да, преимущество у нашей команды. Она точнее и остроумнее пока что. Но счет не открыт. Двадцать первая минута первого тайма. И мало пока наши игроки подходят к воротам соперника. Опять неправильно. Второй раз уже потери мяча из-за того, что неправильные игроки вводят мяч в игру. Очень хорошо. Польстер сыграл в одно касание, но дальше продолжение не получилось. Но сыграно было неплохо. Михаличенко. Кузнецов. Заваров. Хиди Атулин. Ну а те, кто без мяча, должны двигаться. Отрываться от опекунов. Бессонов. Рискованно здесь в центре поля пытаться обыграть. Потеря мяча, в общем-то, возможность контратаки. Лучше, конечно, середину проходить с помощью передач. Рус. Сиди Атулин играл в мяч. А, кстати говоря, в английском футболе это наоборот поощряется. Арбитр-англичанин. Тот, кто играет в мяч, тот всегда прав. Линцмайер, восьмой номер. Вот видите, играет за Сваровский Тироль. Кстати говоря, Сваровский Тироль лидирует сейчас в австрийском футболе. На втором месте Виена. И на третьем Аустрия. Нет, на втором, простите, Рапид. На третьем Аустрия. Херцог готовится бить. Обыграл? Еще одного? А как бросился под мяч Михаиличенко? Срикошетил мяч от Горлуковича. Ушел за пределы поля. Сергей Горлукович из московского локомотива. Прихрамывает Горлукович. Ну, вообще-то он боец футбольный. Многих он сам травмирует. Но не от того, что хочет этого, а от того, что умеет жестко поставить ногу. Это хорошее, похвальное качество для защитников. Но сейчас прихрамывает. Получил травму небольшую. Вот я вижу уже и наш врач подошел к полю. Кузнецов. Бессонов. Это Литовченко там на правом фланге. Вот Бессонов. Литовченко. Очень хорошо. Пас вдоль ворот. И не успевает, не успевает. Игорь Добровольский. Прекрасная первая возможность была для того, чтобы добиться успеха у нашей команды. Очень хорошо на правом фланге разыграли комбинацию двухходовой. Литовченко и Бессонов. И прострельный пас был хороший, сильный, низом. Но Игорь Добровольский не успел к мячу. Вот наши начали прессинговать сейчас австрийцев на их половине поля. То есть избирает по ходу игры, меняет тактику. Игорь Добровольский. Черенков ошибся. Артнер с мячом. Заваров. Как-то Черенков не может себя почувствовать. Нет привычной легкости. Литовченко. Да, там на правой фланге получается. Там и надо побольше играть. Кузнецов. Черенков. Даже если он и попал в руку, то свисток, конечно, не последует. Потому что это в пределах правил. А сейчас штрафной. Свисток дается тогда, когда игрок играет рукой. Литовченко. Ну что ж, пока не точно. Но пристреливаться уже пора. 26-я минута первого тайма. 0-0. В Вене. На стадионе Пратер. В матче сборных Австрии и Советского Союза. Третья европейская отборочная группа чемпионата мира. Перекрывает удачно наши защитники зоны. Сейчас, пожалуй, один из немногих случаев, когда там на левом фланге атаки у австрийцев появилась возможность проскочить. А пока идет страховка друг друга. Довольно успешно. И вот контратака. Все было в пределах правил. Спецсонов хладнокровно отыграл назад мяч. Заваров, Бессонов, Литовченко. Литовченко. Все-таки высокий класс команды, которая умеет, знаете, вот так вот расслабленно вроде бы спокойно действовать, тем взорваться. Вот этот взрыв мы сейчас ожидаем от наших игроков. Ну, где-то на поступок штрафной соперника. Кузнецов шел, шел и потерял мяч. Вот это коллективный отбор сейчас демонстрируют наши футболисты. И овладели все-таки мячом. Кузнецов. Бессонов. Кузнецов. Очень хорошо. Бессонов. Михаличенко. Нет, не точно. И до протасового мяча дошел. Ну, на левом фланге только один раз Горлухович подошел к воротам. На левом фланге атаки. Он пока у нас бездействует. А здесь Игорь Добровольский. Да и Алексей Михаличенко мог бы здесь атаковать. Пока 0-0. 29-я минута первого тайма. Олег Кузнецов с мячом. Горлухович. В одно касание к Добровольскому. Добровольский. Сам идет. Вне игры. Пожалуй, на первых минутах активным был Рус. Правый защитник, второй номер. Но самое лучшее средство подавить его активность, это самим атаковать по левому флангу. Сейчас была попытка. Чиди Итулин. Заваров. Очень хорошо. Обыграл двоих. Черенков. А кто поможет? Черенков великолепно. Протасов. Можно ударить. И мяч попадает в боковую стойку. Но как же красиво все сделали сейчас. Черенков и Олег Протасов. И паузу выдержали. А Федор Черенков. Вот этот взрыв Федора Черенкова. И Протасов-то Олег остановил мяч. И мастерски направлял его. Именно в угол ворот. Вот посмотрите. Подкручивая мяч. Вокруг вратаря. Но не повезло. А комбинация была прекрасной. Михаличенко. Толчок в спину штрафной. Ну что ж. Вот это такой один проход заставит уже австрийцев больше думать о обороне. Разрешил арбитр, чтобы наши врачи появились на поле. Алексей Михаличенко. Держится за плечо. Был толчок в спину. Еще осталась сборная Советского Союза, как и сборная Абстрии, играть по два матча в своей группе. Две путевки разыгрываются. Пять команд. Сборная Турция еще играет также. Кстати говоря, рядом со мной на трибуне сидит турецкий комментатор. И он мне сказал перед матчем, что сборная Турции полна надежд все-таки попасть на чемпионат мира в Италии. Сборная Турции проводит матчи у себя дома со сборной Австрии 25 октября. Ну, это не сильно было, да. И играет 8 ноября в Советском Союзе. Кстати говоря, матч будет проходить в Симферополе. 8 ноября. Сборная Австрии в Турции играет и принимает дома команду ГДР. Но у нас еще предстоит матч на выезде 7 октября со сборной ГДР. То есть положение таково, что самая, конечно, предпочтительная ситуация. И тут не надо скромничать. У сборной Советского Союза она очень уверенно играет. Ну и вот в сегодняшнем матче тоже уже инициатива перешла к нашей команде. Добровольский с мячом. Литовченко, Протасов, Хидея Тулин, Протасов, Заваров на левом фланге. 33 минуты сыграно в первом тайме, пока ничья 0-0. Рус с мячом. Замечен он в первом тайме был. Виктор Чанов. Сегодня Валерий Васильевич Лобановский вместе с коллегами отдал предпочтение опытному Виктору Чанову, вратарю. Хотя, конечно же, Дмитрий Харин – это наша надежда. Дмитрий Харин сегодня в запасе. Свободный. Чанов устанавливает стенку. Попросил, чтобы встали два игрока в стенку. У мяча Огрис. Нет, отдал его. Линцмайер у мяча. Он будет подавать. Протасов. Сейчас был, знаете, психологический момент для Олега Протасова. Ведь вы помните, травма-то у него была. Голову разбил. И до вчерашнего дня ему не разрешали врачи и тренеры, естественно, бить по мячу головой. И вот сейчас он первый раз вступил в борьбу. И сыграл, в общем, уверенно. Это тоже много значит. Бывает, что после таких тяжелых травм подспудно боязнь проявляется у футболистов. Но Олег Протасов все время просил тренеров. Как мне сегодня рассказывал Валерий Васильевич Лобановский. Уже и просился играть за клуб. И, конечно, просился играть, если доверят тренеры в основном составе сборной Советского Союза. Олег Протасов сегодня на поле. Да и момент, который создал Федор Черенков, для него был такой выгодный. Обидно. Но по-прежнему 0-0. Протасов. Четвертый номер. Фефер не отступает ни на шаг от Олега Протасова. Вебер. А давать некому. Все перекрытые и довольно пассивные, особенно нападающие. Но сейчас Польстон овладел все-таки мячом. Обыграл Бессонова. Чак с мячом. Кто-то из наших защитников поднял, мол, руки, мол, вне игры. Надо играть. Арбитры-то не поднимают флажок. Упустили Линцмайера сейчас. У него удар не получился. А ситуация была очень выгодная для австрийской команды. Хидея Тулин. Влаги с Хидея Тулин на привычном своем месте для сборной в роли свободного центрального защитника. В роли переднего центрального Олега Кузнецова. Вот Кузнецов сейчас мячом. Литовченко. Горлукович. Свободная зона. Вот здесь почаще можно атаковать. Черенков. Двоих пытался обыграть. Не получилось. Но затем отталкивал штрафной. В нашей сборной правила перед игрой проводится анкетирование среди футболистов. Кого бы выставить в состав. И вот какая интересная деталь. Что Владимиру Бессонову в этих анкетах четыре места. Разных четыре места отдавали футболисты. То есть какой универсальный игрок. И конечно раз универсальный это очень полезно для команды. Сегодня он на месте правозащитника. Вот Бессонов с мячом. Михаил Ильиченко. Добровольский. Надо попытаться обыграть. Можно бить. А рукой отталкивал Добровольский. Ну что ж. 39-я минута первого тайма. Согласитесь. Некоторое территориальное преимущество на стороне гостей. Сборной Советского Союза. Они чаще контролируют мяч. Прекрасная, великолепная возможность была одна у Протасова. Правда? Австрийцы тоже. Один раз. Вот совсем недавно. Пару минут назад. В тот момент, когда Линцмайер получил мяч на линии штрафной. Тоже имели возможность поразить цель. И штрафной удар будет. Огрис. Не исключено, что это рецидив старой травмы. Потому что участие Огриса в этом матче было под вопросом. Как стать игрой Линцмайера. И вот как раз. Но вышли футболисты. А Линцмайер даже летал к своему доктору. Вот Линцмайер под восьмым номером. Федеративную республику Германии. Часовая телепередача была накануне. Но она была для меня, как для телекомментатора, очень любопытна. С точки зрения того, как тренер Хиккерсбергер разбирал действия сборной Советского Союза. Показали несколько матчей с участием сборной СССР. Не только в этом вот цикле чемпионата мира. А и в предыдущих. Даже товарищеские матчи. Прослеживали такую школу советского футбола. И тренер сборной Астрии сказал, что сейчас сборная СССР как никогда сильна, на его взгляд. Вот за последние, пожалуй, там лет 15. Ну что ж, слова хорошие для нас. Посмотрим, оправдается ли. Кузнецов с мячом. Это Заваров. Горлукович. Литовченко. Михаиличенко. Литовченко. Заваров. Алинсмайев. Штрафной. Это уже на грани предупреждения. Чанов. Из неудобного положения делать передачи сейчас. Игрок сборной Апстрии. Но Чанов очень четко сыграл. Уверенно. Заваров. Ихидея Тулин. Три с половиной минуты до окончания первого тайма. Добровольский. Было нарушение. Прозевал арбитр. Бессонова, который был без мяча, сбили. Рус. Можно играть. Черенков. На левом фланге Зава. Это Протасов. Черенков. Пятером наши атакуют. Дважды в Черенкову мяч попадал, потому что он терял. Бессонов. Кузнецов. Ихидея Тулин. Ну, неторопливый такой ход игры. Но вы ощущаете, что затем, когда приближается команда штрафной, происходит увеличение темпа. Я бы даже сказал, что наши футболисты выглядят более техничными. Четче действуют с мячом. Больше его держат. Бессонов. Горлухович. Не смог сделать передачу. Точно. Не смог сделать. Линкмайер. Чак. Добровольский. Убежит. Михаиличенко почувствовал. И тоже рванул на правом фланге. Но Добровольский прозевал момент. А была возможность сделать передачу сразу же, не набирая скорость. Заваров. Не часто Заваров бьет поворотом дальней дистанции. Но сейчас это сделаем, наверное, правильно. Минута. Даже немногим более минуты до окончания первого тайма. Пока 0-0. Освоились наши ребята. Хотя 60-тысячный хор не умолкает болельщиков. Хидея Тулин в подкатит сейчас. Влюбил мяч из-под ноги. Арбитр пока что рукой в этот момент подталкивался. Трудно судить. Хаккет находился рядом с Хидея Тулиным. Херд как у мяча. Линдмайер. Михаличенко. Так, наверное, надежнее. Заканчивается первый тайм. А у меня еще не разу не было повода сказать о футбольном поле. И оно в прекрасном состоянии. Просто даже не обращаешь внимания. Как бильярдный столб. Хотя три дня олил дождь. Ни одной лужицы. А сейчас где-то плюс 18 сегодня распогодилось. Итак, после первого тайма в Вене в матче сборных Австрии и Советского Союза ничья. 0-0. Я с удовольствием и сознательно присоединяю свой скромный и нескромный голос к поздравлениям человека, которым я даже лично не знаком. Ну и ничего. Это даже придает особую весомость и осмысленность поздравлениям в адрес Федора Черенкова. Яркой личности, яркого спортсмена и футболиста. Я как человек, болельщик, который не болел никогда за Спартак, но признавал и признает сам фактор наличия Спартака в нашей жизни как явление. Я вообще торпедовец. Но тем не менее, как ценитель футбола я, конечно, не мог не оценить, не сочтить издавтологию, яркость такой звезды в нашем футболе, как Федор Черенков. Он проявлялся и фигурировал в ту пору, когда еще не было в ходу. Это слово, с которым, конечно, переборщили, как и со всем другим, харизма. Но это был явный харизматик. Футболист, имеющий свое лицо, свой стиль, свой набор настроений, от которых зависела его, так сказать, и игра тоже, что тоже, в общем, примета личности. Поэтому, как литератор со своим извращенным поэтическим, но, наверное, правильным ухом, я понимаю, что само словосочетание Федора Черенкова – это нечто исконно спартаковское, исконно российское, безумильности. Так же, как Василий Калинов. Федор Черенков у всех это вызывал и вызывает самые такие футбольные, самые спартаковские, самые позитивные ассоциации, как у меня. Поэтому я с удовольствием поздравляю этого спортсмена, завидую его молодости, с юбилеем. И считаю, что эта фигура, которая была, есть и останется в истории российского футбола. Ну, вообще, если так подумать, что Федору Черенкову уже, говоря молодежным языком, полтос, то это, конечно, заставляет задуматься и о собственном возрасте. Но Федор Федорович, он чем отличается от других игроков? Вот множество-множество игроков. Ну, тем, что лучше всех из игроков это Федор Черенков, это как бы не обсуждается. А во-вторых, он Моцарт, а в-третьих, он как самый человечный человек. Он верующий человек, он интеллигентнейший человек, он скромнейший человек. Он вот, вот во всех, во всех обществах бывают такие, знаете, лидеры, а бывают еще святые. Вот Федор Черенков, наверное... Про его футбольное, как бы, дарование, ну что говорить. Ну... Продолжение следует... Играть в матчах ветеранов, потому что я теперь обязательно буду ходить, потому что слух идёт, что он завёл какой-то такой гол за ветеранский матч, что никто не может объяснить, как он это сделал. То есть Фёдор Фёдорович остаётся Феде Черенковым для нас, старых болельщиков, по любасику. С днём рождения, дядя Федя. Итак, второй тайм матча сборных Австрии и Советского Союза. После первого ничья 0-0 и сразу о составах, в каких играет команда. В начале гости это сборная Советского Союза. В воротах Виктор Чанов, второй номер Владимир Бестонов, третий Вагиз Хидиятуллин, четвёртый Олег Кузнецов, пятый Сергей Горлухович, шестой Фёдор Черенков, седьмой капитан команды Алексей Михайличенко, восьмой Кеннадий Литовченко, девятый Александр Заваров, десятый Олег Протасов, одиннадцатый Игорь Добровольский. Главный тренер команды Валерий Лобановский. Без замен пока произошло в нашей команде. Сборная Австрии. В воротах Клаус Линденбергер, второй номер Курт Русс, третий Михаэль Штрейтер, четвёртый Антон Фефер, пятый капитан команды Хериберт Вебер, шестой Манфред Чак, седьмой Андреас Огрид, восьмой Манфред Линденмайер, Заваров потерял мяч. Девятый Антон Фольстер, десятый Андреас Херцог, и одиннадцатый Петер Артнер, тоже без замен. На экране лицо главного тренера сборной Австрии. Кстати говоря, ему всего лишь 41 год. Йозеф Хиккерсбергер. Михаэль Ильиченко отдаёт мяч Бессонову. Ну что ж, несколько слов о первом тайме. Преимущество на стороне нашей команды. Прекрасный момент был для взятия ворота у Олега Протасова после великолепного дриблинга, который продемонстрировал Фёдор Черенков. Отдал пас, и главный Олег Протасов посмотрел, освободился от защитника, посмотрел, куда бить. В левый от вратаря угол. И пустил мяч низом, с третьей силой ударом. Ну так, как надо. Но мяч угодил в стойку и выкатился за пределы поля. Ну, у австрийцев тоже была одна возможность, когда Литценмайер получил неожиданно мяч на линии штрафной. Вот и сейчас он, кстати говоря, врывался в штрафную площадку. И в последний момент Горлукович ногу подставил. Это Валерий Васильевич Лобановский на ушках экрана. Главный тренер советской сборки. Кузнецов. Добровольский. Черенков. Черенков ведет борьбу. Проиграл ее. Польстер. Херцога сбили. Польстер подобрал мяч, но уже свисток. Рослый Андриас Херцог. Не только рослый, но и широкоплечий. Рус. Польстер. Вот этот футболист из испанской Севили. Вместе с Гасаевым играет. Антон Польстер. Девятый номер. 25 лет в расцвете своей футбольной карьеры, в расцвете сил. Но я уже упомянул в первом рассказе о первом тайме, что Александр Заваров приехал с очень хорошей прессой из Италии на этот матч. Ну и, кстати говоря, Вагис Хидиа Тулин по подсчетам французских журналистов попадает в 20 сильнейших игроков Франции. Кстати говоря, в число этих 20 не все даже игроки национальной команды попадают, потому что во французских профессиональных клубах много иностранцев. Толчок рукой. Михаличенко толкал Эйнсмайера. Арбитр сегодня из Англии главный Кейт Хакет. Это Писсонов. Литовченко отбил мяч. Четвертый номер сейчас был в игре Петер Сень Олега Протасова. Передний центральный защитник не отходит ни на шаг от нашего центра форварда. Выбор капитан команды под пятым номером в роли свободного центрального. У нас в роли свободного центрального Хидиа Тулин. Ну и мы пока еще не видели в действии вратарей. Пока мяч больше находится в центре поля. Мало. Очень мало ударов поворота. Литовченко. не точно. Мячом Херцог. Огрис. Все раньше добровольский. Вдвоем были наши и потеряли мяч. Рус с мячом. Бессонов выпил мяч за боковые люди. В атаке австрийская команда. И 60 тысяч болельщиков поддерживает ее. Стадион Пратер заполнен до отказа. Такое законченное архитектурное строение. Практически все трибуны под крышей. Очень удобно. Ну и прекрасное освещение. И великолепно выглядит футбольный газон. Изумрудный прямоугольник. И мне кажется без единой ямки. Без единой впадины. Заваров мячом Литовченко Протасов Какой же смысл был обыгрывать сейчас? Хорошо Бессонов сыграл. Но какой смысл был Олегу Протасову обыгрывать когда рядом был Черенков. Можно было с ним сыграть. Третий матч. Первый был между сборными Советского Союза и Австрии на чемпионате мира в Швеции в Буросе в 58-м году. И тогда наша команда выиграла 2-0. Анатолий Ильин и Валентин Иванов добились успех. В прошлом году в Киеве Заваров и Михаил Ильиченко 2-0 в пользу сборной Советского Союза. И пока 0-0 здесь в Вене Заваров сейчас шел вперед. Двоих обыграл третьего не смог. оживили с трибуны во втором тайме сыграно 8 минут пока 0-0 Алим Смайер переиграл добровольству. Стрейтер с мячом. Заваров отдал Мясо Стрейтер Кузнецов Михаил Ильиченко Черенков удар аплодисменты и Федору Черенкову и Вратарю. Но может быть Федору Черенкову мы только аплодируем но сыграл он блестяще стадион и аплодирует голкиперу. Еще раз посмотрите как аккуратно убрал мяч и как неожиданно пробил. Находясь полуоборота и мяч залетел в левый верхний угол угловой Литовченко подает. Какая свечка над штрафной и еще раз Геннадий Литовченко будет подавать. Вот так неудачно стрейтер сыграл. А вот Клаус Линденбергер голкипер в горной Австрии. Четко поймал мяч опытный вратарь 32 года рост 188 сантиметров очень хорошо Федор Черенков. Да Черенков вы знаете не часто вступает в игру но все его действия отмечены знаком высокого качества. А вот коллективный отбор. Вот когда сразу несколько игроков нашей команды начинают прессинговать это и есть коллективный отбор. Отрабатывается на тренировках. Впервые вообще мы с ним познакомились в воспроизведении голландских футболистов. Еще команда Круи по этим хорошо очень пользовалась. Но для этого нужна очень высокая физическая готовность. Да Чак был на ударной позиции. Правда мяч взлетал. Антон Кольстер не задумываясь спасал его в штрафную и мяч был так на взлете поэтому Чаку не удалось опустить его в ворота. Но прозевали наши игроки подключение Чак. Он полузащитник. Кто-то из наших полузащитников сейчас отстал от его подключения. Кузнецов с мячом. Михаличенко. Почетче бы туда передать и Михаличенко вышел бы на хорошую позицию. Какая высокая скорость. Проиграл Горлукович сейчас спринт. Огрис рвался по планку. Да, вот так тоже можно. А что делать? Даже нужно. Пожалуй, активизировались 12-ая минута заканчивания второго тайма. Активизировались хозяева. Стали пооткровеннее идти вперед. больше страсти вкладывает, чем в первом тайме. Ничего, терять нечего, играет дома. Билд Пеппер. Пеппер играет за Аустрию. Кстати говоря, я здесь видел по телевизору записи один из матчей с участием Аустрии. И Евгений Милевский, бывший игрок Риска Друга оставляет хорошее впечатление. Забивает голы. Сейчас он претендент на забитый лучший гол в августе. Референдум идет среди читателей. Сергей Шавло играет в команде фаворитов. Но это команда третьего эшелона австрийского футбола. Но Олег Блохин уже закончил играть в Австрии. здесь пока больше наших представителей мира. И очень интересная информация из ФРГ, где Бородюк Александр играет за Шальки 0-4. Команда в первой лиге. Ну, как наша первая лига. И он там за три игры он играл и 15 минут забил четыре мяча. И вот Валерий Василий Василий Лобовов говорит, что вы знаете, не исключено, что Александр Бородюк может попасть и в сборную Советского Союза. Во всяком случае, сейчас о нем очень много говорят и пишет в ФРГ. Горлукович Фестер отбил мяч. Херцог Заваров очень хорошо сыграл. Ну, мало повторов дает австрийская телевидение. Сейчас даже карточку арбитр показал Александру Заварову. Но все здесь было чисто отобрано. А вот и повтор. Ну, давайте посмотрим, кто в мяч играет. Вот мяч остался. И вот Заваров сыграл в мяч. Но если уж наказывать, то Бессонов по большому счету, но и то Бессонов, так сказать, вместе с игроком, только команда уже был вне игры, потому что Заваров сыграл в мяч. Наши создали искусственное положение вне игры. Добровольский. Херцог. Сейчас арбитр прав. Мяч ушел от игрока австрийской команды. 0-0. Идет 16-ая минута второго тайма, но быстрее стали действовать в атаке игроки австрийской команды. пожалуй, наши перешли к игре на контратаках. В первом тайме мы больше доминировали. И наши игроки владели больше инициативой, владели мячом. Кузнецов, Заваров. Не увидел Заваров Бессонова. Он один на правом фланге. Вот Горлук Кович сейчас это делает, но уже поздно. Прекрасно Сидиатуллин играет. Еще одна карточка. Да, интересно, как же трактует арбитр подкат. Ведь Хидиатуллин играл в мяч. Две желтые карточки. Не точный удар. Не точный удар. Сейчас Владимир Маслаченко из Москвы мне сообщает счет матча, только я не слышал, какие команды играют. Финляндия. Сыграли Финляндия 1-0 в пользу сборной Финляндии. Ну, а сейчас посмотрите на бегущую строку, потому что очень шумно на стадионе, я плохо слышал Москву. Извините меня, Кузнецов с мячом. Заваров. Хорошее подключение Горлуховича. Удар. И с трудом. С трудом сейчас вратарь. Уже во второй раз. На первом случае после удара Черенкова сейчас после удара Литовченко. Горлухович прекрасно подключился и посмотрите как пробил Литовченко. Мяч такой уходящий туда к боковой стойке, но Галкипер на месте перевел мяч на угловой. Угловой. Литовченко. Удар. Еще один. Ну паника уже. Паника в доме сборной Австрии. Надо забивать нашим ребятам, потому что 0-0 это очень скользкая ситуация в данном матче. Михаличенко с мячом. Заваров. Добровольский. Черенков. не смог переиграть. Мяч ушел за боковую линию. Добровольский. Не точно. Нет, надо пожестче ногу ставить было Михаличенко. Все-таки началась уже такая силовая борьба. Единоборство. Кузнецов выигрывает, но арбитр считает, что Кузнецов нарушил правила штрафной. Родакс входит в игру. Кстати говоря, очень мощный форвард. Была небольшая травма. Ушел Огрис седьмой номер. Так, Родакс вошел в игру. Герхард Родакс из Адмиры. Чак Билл. В нашей сборной каждый из тренеров, помощники Лобановского, ну, следят, ведут картотеку на одну из сборных. В частности, Морозов Юрий Андреевич, он следит за сборной Исландии, просматривает все матчи с ее участием. Никит Павел Симонян помогает тоже, он следит за сборной ГДР. А за сборной Австрии следит Матягин. Он просматривал шесть встреч и вот сейчас Чак пробил поворотом и, в общем-то, от него и надо ожидать от этого футболиста, от Манфреда Чак, он под шестым номером мощного удара. Любой дистанции бьет, но ударил сегодня первый раз, вот только во втором тайме, на 22-ой минуте. всего австрицы забили в матчах вот этих отборочных шесть мячей по два Херцех и Польстер и по одному Пайфенбергер и Чак. Ну а я напомню, сборная, скажи, забила восемь мячей. У нас по два мяча забили Литовщенко, Михайличенко, Добровольский и по одному Заваров и Протанов. У нас положение в группе прекрасное, но вы видели уже на таблицу, может быть, мы еще раз вам ее воспроизведем в конце матча. 8 к 2, 8 забитых, 2 пропущенных и набранных 8 очков. Наша команда лидер в группе. У сборной австрии 6 очков. 24-я минута. Стадион скандирует все время Вена вперед. Много рядом со мной, мое место на трибуне, много рядом со мной комментаторов, более десятка. То есть матч транслируется на разные страны. Ну я уже говорил, что турецкий коллега рядом со мной через стенку. Стенка из плектиглаза прозрачная, так что мы друг друга видим. Тренеры турецкой команды тоже здесь присутствуют. Ну а наши ребята не спешат. В общем, сбиваясь тем, как бы приглашая атаковать соперника, раскрыться. Горлыкович Сидиятуллин. Сидиятуллин. У нас в запасе, я напомню, Олег Лужный, Андрей Загмантович, Сергей Родионов, Сергей Олейников и Дмитрий Харин. Ну, Сергей Олейников игрок Ювентуса. В общем, сегодня отдали предпочтение не ему, но, во-первых, у нас конкуренция большая, вот как мне сказал наш главный тренер. Ну и потом все-таки месяц Сергей пропустил из-за травм, из-за болезни, пропустил. И еще не в самой своей наилучшей спортивной форме, хотя, наверное, это прекрасно, если такой игрок, как Олейников, есть в запасе. Это есть возможность для маневра главному тренеру. Добровольский пришел, обычно Литовченко подавал в право-планку. А Линденбергер Вебер Рус Протасов хороший подарок, надо им воспользоваться. А нет, решили не обострять нити вперед. Кузнецов, Черенков, Литовченко и Бессонов. Литовченко, Хидиатурин. Ну что, Горлуковичу зону освободил Добровольский. Кузнецов, Протасов просит мяч. Черенков, Родах. Арбитр был рядом, нарушения правил не было. Нельзя ошибаться при передаче в центре поля. Моментальная контратака. Вы слышите, какой взрыв на трибунах. В общем, это оценка ситуации. Бессонов, Горлукович, Заваров. Какой великолепный пас Горлуковичу. Это Хидиатурин сделал передачу. А вот Горлукович не лучшим образом распорядился. Сейчас так в сердцах рукой машет, мол, извините, но пас был прекрасный. Хидиатурин метров на сорок точно вывел в прорыв Горлуковича, левого защитника. 29-я минута второго тайма. 0-0 на стадионе Пратер в матче сборных Австрии Советского Союза. Отборочном матче третьей европейской группы. Отбор к чемпионату мира. Хидиатурин, Михаличенко, вот я вижу сейчас Мосягин подозвал Олейникова к Лобановскому. Судя по всему и у нас будет замена. Горлукович с мячом. Заваров, Бессонов, Литовченко, Заваров, Добровольский. Добровольский. Ну, понятно, я думаю, вам, почему такая вот тактика избирается нашими футболистами. Ну, во-первых, чтобы охладить пыл, во-вторых, все-таки, с точки зрения стратегии, нас ведь вполне устроила бы ничья, но на ничью нельзя играть, так не бывает. Играешь на ничью и можешь проиграть на последней минуте. Поэтому все-таки попытки забить гол просто необходимы. Михаличенко, Бессонов, Литовченко, Черенков. Австрийцы тоже не спеша начинают. Свободная зона у Русска. Линсмайер. Стрейтер. К нам подключилась большая группа радиослушателей программы «Маяка». И я скажу, что до окончания матча сборных Советского Союза и Австрии матч проходит в Вене на стадионе «Братер». Стадион заполнен до отказа. 60 тысяч зрителей присутствуют на встрече. Играть еще 13 с половиной минуты счет не открыт. Счет забитым мячом 0-0. Но во втором тайме австрийцы чаще атакуют, чем в первом. В первом было территориальное преимущество на стороне нашей команды. Но, однако, наши футболисты создают острые ситуации. В первом тайме имел возможность для того, чтобы добиться успеха Олег Протасов. А во втором прекрасно бил Олег Геннадий Литовченко. И вот сейчас Бессонов на правой фланге подключился к атаке по штрафную. Перемудрил Федор Черенков. Неудачно распорядился мячом уже в штрафной площадке. А сейчас Протасов идет борьбу за мяч. Мяч на половине поля австрийцев. Вратарь в двух случаях во втором тайме хорошо сыграл сборной австрии. Неожиданно упал защитник. Мяч ушел за боковую линию. Еще одна замена в сборной Австрии. 13 номер Альфред Хорт Нагрин. Это уже вторая замена в сборной Австрии. У нас готовится войти в игру Сергей Олейников под 15 номером. Но с мячом австрийский футболист на своей половине поля. Ворота сборной Австрии справа от меня. Ворота сборной Советского Союза слева. Ворота сборной защищает Виктор Чанов. Вот это свежий игрок, который только что вошел. 13 номер с мячом на левом фланге. Добился права на угловой. Из-под ноги Олег Кузнецов выбил на боковую линию. Угловой. Хорт Нагрин. 13 номер. А подает угловой Линцмайер с левого фланга. Рослые футболисты. Три игрока сборной Австрии ниже 180 сантиметров. В этот момент сборная Советского Союза делает замену. Вместо Черенкова входит в игру Сергей Олейников. И так угловой. Линцмайер подает слева фланга. Разбегается подача. Кузнецов отбил мяч. Смело сейчас пошли Игорь Лукович и кто-то из горной Австрии. Но мяч уже в центральном круге. А сейчас ушел за боковую линию Ауэр. Мы ведем наш репортаж из Австрии, из Вены со стадиона Праттер. Здесь подходит к концу матч. Остается немногим более 10 минут сборных Австрии Советского Союза. Отборочный матч чемпионата мира. Пока ничья 0-0. У нашей команды 8 очков. Она лидер в группе. У сборной Австрии 6. Она на втором месте. У сборной Турции 5. На третьем месте. Естественно, что ничья устроит нашу команду. И если это произойдет, то она уже сегодня станет участником финальной стадии чемпионата мира. Но еще надо сыграть 10 минут. Сергей Олейников с мячом он только что заменил Федора Черенкова. Отдал Заварову. Заваров назад Хиди и Турина. Все пока на половине поля сборной Советского Союза. Бессонов с мячом. Бессонов еще дальше Добровольского. Но откровенно Вебер центральный защитник бьет по ноге. Добровольский упал. Уже дважды сегодня арбитр из Амби Хакет показал желтые карточки советским футболистам. А вот в этой ситуации только лишь разрешил врачам вынести Добровольского за пределы поля. Игорь Добровольский за пределы мы в десятером. Но штрафной у мяча Бессонов это на месте правого края метров 15-20 от центра поля но на половине поля сборной Австрии. Сейчас мяч у Горлуховича он на месте левого защитника сегодня действует возвращается в свою половину Хиди Итулин на левый фланг Протасову и здесь защитник Фефер и Протасов Фефер подобрал мяч обыграл Протасова Оттал еще дальше Чак с мячом Оттал Линцмайеру пока все на половине поля сборной Австрии передача на левый фланг Веберу Вебер еще дальше Стейтеру Стейтер в центре поля сделал передачу Хортнаглю но здесь Бессонов из-под ноги выбил мяч за боковую аут метров 10 от центральной линии но теперь уже на половине поля сборной Советского Союза 9 минут до окончания встречи пока 0-0 Бессонов выбил мяч из-под ноги у Хартля отдал Заваров Заваров хорошо поставил корпус не пустил к нему защитника ну а защитнику ничего не осталось как только оттолкнуть руками Заварова штрафной Наши разыграют мяч на своей половине поля Олейников занял позицию на месте левого полузащитника даже Бессонов 7 минут до окончания матча 0-0 на Пратер стадионе в матче сборных Советского Союза и Австрии Заваров с мячом не торопит Бессонов ошибся ну а здесь исправляя положение Кузнецов вступил в борьбу высоко поднял ногу свободный удар Бессонов не точно сыграл опытный игрок а вот эти поперечные передачи они в общем-то всегда чреваты потерей мяча Вебер с мячом в центральном круге и вдруг Вебер возвращает мяч назад своему вратарю 5,5 минут до окончания матча Ну что ж Австрийцы не скрывали что ничья бы их тоже устроила но кто же какие-то гарантии тем более что Рода сорвется вперед и очень хорошо сыграл вы знаете развернулся на высокой скорости и успел ударить мяч в ногу Хедевитулина и угловой сам же и будет подавать сейчас с левого фланга мяч и угла штрафной и Бессонов дважды и Чанов в одном случае хорошо сыграл во втором тайме Кузнецов с мячом Меньше 4 минут до окончания встречи Наши продолжают держать мяч на своей половине поля Австрийцы не атакуют Добровольски Бессонов Хедевитулина не понял сейчас Хедевитулина Добровольск тот показал сделал рывок но не пошел за мячом и мяч ушел за боковую линию аут на телеэкранах все время показывают тренеров дуэль идет и тренеров тоже 3 минуты 10 секунд до окончания встречи и ведь если наша команда сейчас сыграет ничью то она четвертый участник финальных игр чемпионата мира в Италии хозяева итальянцы как организаторы получили место аргентинцы как чемпионы мира сборная Коста-Рики уже завоевала путевку ну и теперь вот сейчас за 3 минуты если мы берем 9 очко то мы это уже гарантировано в финале чемпионата мира за 2 тура до окончания у нас еще 2 матча предстоит сыграть в отборочной 3-й европейской группы на половине поля сборной СССР здесь аккуратно так Олейников убирал мяч от Хортнагеля но тот поступил с Олейниковым неаккуратно уронил его штрафной 2 минуты до окончания матча 2 минуты до получения путевки нашей сборной на чемпионат мира знаете это в общем-то событие задача минимум пробиться туда в финал ну а максимум уже поставим там накануне чемпионата перед своими футболистами сейчас на теле экрана болельщики мне кажется они тоже довольны болельщики австрийской команды потому что у сборной Австрии будет 7 очков у сборной Турции 5 и австрийцы играет матч в Турции и матч дома со сборной ГДР причем со сборной ГДР играет в конце а сборная Турции играет в Советском Союзе и принимает вот сборную Австрии в общем австрийцев тоже шансы предпочтительные к тому чтобы пробиться в Италию наша сборная однажды была призером заняв четвертое место ну четвертое место награждается медалями в Англии в 66-м году а сборная Австрии была четвертой в 34-м году и третьей в 54-м вот это лучшие достижения команд которые сегодня на стадионе Праттере заканчивают встречу последняя 90-я минута матча 29 секунд но это даже вы знаете не игра а удержание счета ситуация когда и та и другая команда довольны ничьей и ничего тут не поделаешь упрекать нельзя ни одних ни других и те и те и другие сделали но если наша команда весомый шаг то сборная Австрии шаг на пути к тому чтобы попасть в Италию и так на табло уже 45-я минута стекла но арбитр свисток пока не дает нет игры мяч на половине поля сборка за олейников как на тренировке с Кузнецовым перепасовывается и в это время звучит свисток но вы слышите по реакции что довольны обе стороны мы поздравляем сборную Советского Союза поздравляем ее тренеров и прежде всего Валерия Васильевича Лобановского наша команда в финале чемпионата мира в Италии за два тура до окончания еще игр в отборочном турнире это конечно большой успех советского футбола и никак не умолить посмотрите сами на таблицу и вы еще раз в этом сами убедитесь